Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтири. И сегодня мы будем читать 14-й псалом. Феодорит Кирский пишет об этом псалме. Давид по внушению Духа Святаго изображает в этом псалме условия достойного посещения святых божьих церквей и достижения общения с Господом посредством приобретения богоугодных добродетелей. И псалом начинается словами «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей». Этот псалом наполнен глубоким смыслом, а вот это вопрошание «Кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей?» Этого вопрошания полно смысла, именно духовного смысла. Надо сказать, что жилище Божие, то есть храм, должен был быть построен на горе Мария. Поэтому, когда Давид сначала упрошает о том, кто может пребывать в жилище, сразу после этого говорит, кто может обитать на святой горе Твоей, имея в виду, что уже тогда он планировал, что храм будет построен на горе Мария в Иерусалиме. Мы знаем, как в пятом псалме, восьмой стих, Давид восклицает, «А я по множеству милостей Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему». И в то же время мы знаем, что Давид не смог созерцать храм, который будет построен только его сыном, царем Соломоном. Но в день смерти Давид взошел на гору Божию. Он поднялся в обители Создателя. Таким образом, каждый из нас, входя в тот или иной земной храм, он как бы уже находится там, где небо отражается на земле. Ибо каждый храм – это место обитания Бога, Бога, который царствует на небесах, и власть которого распространяется и на небо, и на землю. Здесь Давид ставит некоторые нравственные критерии для тех, которые могут взойти на эту гору, взойти в святой храм. И ставя эти нравственные критерии, он восклицает – «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего». Рассмотрим эти условия вхождения в небесный храм Божий. Ибо прежде всего этот храм имеется в виду. Тот, кто ходит непорочно. В каком случае мы будем ходить непорочно? Тот же Давид, отвечая на этот вопрос в другом псалме, восклицает – «Закон твой – светильник для ноги моей». То есть, когда в своем хождении земном мы руководствуемся заповедями Бога, тогда действительно мы ходим непорочно и делаем правду. Правда в понимании людей того времени – это прежде всего справедливость. И когда мы читаем заповедь блаженств, что надо алкать и жаждать правды, блаженный ироним переводит это слово «правда» как «справедливость». То есть, мы должны алкать и жаждать справедливости в этом мире. В том смысле, что у нас должно быть обострено чувство социальной справедливости, и мы резко реагируем на социальную несправедливость. У пророка Исаии в первой главе эта мысль озвучена словами Бога «Вступайся за вдову, защищай сироту». И мы видим, что пророки Божии – это были люди неравнодушные к проблемам других людей. Они очень активно включаются в эти проблемы. Мы видим действия Моисея, мы видим действия Авраама, мы видим действия Давида, мы вспоминаем и святителя Николая, который приходил к месту казни преступников уже в христианском мире и буквально выдергивал их из-под меча палача. Ищущий правду ищет ее прежде всего для других и в последнюю очередь для самого себя. «Также взойти в храм Божий может тот, кто говорит истину в сердце свое». Почему Давид подчеркивает «в сердце свое»? Потому что обычно людям свойственно говорить истину вслух, чтобы никто не придрался. А что у человека в сердце знает один Бог. Но Давид настаивает на том, что человек должен говорить истину не только своими устами, а как бы на глазах других людей, но и в сердце своем, дабы помыслы истины звучали не только в нашей речи, но и в наших сердечных скрытых помышлениях. «Кто не колевещет языком своим, только такой имеет право войти в Дом Божий, не делает искреннему своему зла, кто такой искренний наш, это тот, кто к нам расположен по-доброму и с вниманием относится к нам, чаще это наши родственники, друзья, и не принимает поношения на ближнего своего». «Принять поношение» означает принять некую сплетню, некий слух. Поношение – это когда позорят нашего ближнего, и если это делают в нашем присутствии, мы никогда не должны с этим соглашаться. Мы не должны принимать поношение, особенно на братью нашу. Мы должны воспитывать в себе уважение к епископам нашей церкви, пресвитерам, диаконам, к патриарху, потому что в законе Божьем есть заповедь начальствующего в народе твоем, не злословим. Но мы не должны принимать поношение и на обычных верующих людей, на наших знакомых, даже неверующих, потому что любое слово, оно может быть верно при устах двух-трех свидетелей. А когда поношение имеет целью опрокинуть человека в уныние, опозорить человека, мы всячески должны этому противостоять. Далее говорится, что в Дом Божий могут войти те, тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящихся Господа славит. Что значит презрен, отверженный? То есть презрение – это сострадательное внимание на языке этого времени, когда переводилась Библия. Дома презрения – это богодельни для нуждающихся людей, для сирот и пожилых. А боящийся Бога, тем более, надо славить. Войти в Дом Божий может тот, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. То есть дав клятву, например, что он вернет долг вовремя, даже если ты дал такую клятву своему противнику, ты все равно должен исполнить ее. Долги надо возвращать. У верующего человека слово «да» должно означать «да». Слово «нет» должно означать «нет». А не так, что утром сказал «да», а вечером «нет». Или наоборот, утром сказал «нет», а к вечеру «да». Переменчивый человек – это человек с двоящимися мыслями. Это неблагонадежный человек. А мы должны так жить, чтобы никто и не спрашивал бы с нас никаких клятв. Как жили наши предки. Например, известно, что русские купцы заключали сделку просто ударом руку об руку. Это были миллионные сделки. Без всяких подписей, контрактов, векселей. И не дай бог кто-то нарушит условия такой сделки. Не только с этим человеком, но и со всем его семейством никто не будет уже не иметь никаких дел. Потому что для старинных русских православных людей слово значило очень много. Как сказано в Евангелии, от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Далее мы читаем окончание этого псалма, кто серебра своего не отдает в рост, то есть под проценты, и не принимает даров, то есть взяток, против невинного, против невинного, поступающие так, не поколеблются вовек. Что значит не поколеблются? На пути восхождения на гору Господню, на пути восхождения в храм небесный. Ведь даже для того, чтобы войти в храм земной, тоже необходимо выполнять все эти условия. Тем более, когда речь идет о храме небесном. Ибо сказано в Писании, туда ничто нечистое не войдет. Продолжение следует...